Добрый вечер дорогие телезрители! Среда 19.45 в эфире национального телевидения программа Народный контроль. Наш автомобиль с наклейками можно увидеть везде, где угодно. На овощных базах, на паромной переправе, на трубах канализации, где угодно. Поэтому просите мне сегодняшний такой вот вид буквально с корабля, на бал, вернее с автомобиля, только что в студию Шагнумши. И после, скажем так, месячного уже нахождения в эфире, я как редактор и автор программы задаюсь вопросом. Вот мы говорим, граждане, жалуйтесь на то, жалуйтесь на все и так далее, и так далее. Обращайтесь, пишите заявки, заявления. Но методику, вот эту вот, ликбез маленький, как правильно подать заявку, как правильно сделать обращение на различном уровне, вот этот момент мы упустили. Постараемся в сегодняшнем выпуске это дело наверстать. Мы начинаем. Ну, должна была быть отбивка, и давайте начнем так. Дело в том, что очень многие, я не знаю, анекдот есть такой, товарищи из газеты, будем называем сайта, с чего угодно, у нас потолок течет. Ну, мы же СМИ, мы не ЖКХ, правильно, вы СМИ, поэтому и, скажем так, действуйте, устраняйте вот эту вот проблему. То есть, среди моих коллег найдутся те, которые подтвердят мои слова, что первым делом начинают бомбить средства массовой информации. Но в нынешних условиях, когда технологии, скажем так, доступны абсолютно всему населению, можно совершенно безболезненно, без особых проблем, не выходя из дома, не покидая своих уютных диванов, на котором возлежит ваше тело, оформить соответствующую заявку инстанции различного уровня, начиная от жалобы на плохое, скажем так, обслуживание поликлиники, заканчивая неправильной парковкой соседа, который вас, вот этот метод парковки, не устроил. И хотел бы, вот подчеркнуть прямо, есть куча механизмов подачи ваших обращений. Есть муниципального уровня, ведомственного уровня, есть республиканского уровня. И до недавних пор модуль нашей Якутии, которая интегрирована в портал сахагов.ру, единый портал, скажем так, государственных органов, он назывался, по странному совпадению, назывался модуль народный контроль. И Семен Федотов, давайте вот мы немножко об истории этого модуля, с чем вам пришлось столкнуться. Вот натуральный человек, который лазит по чердакам, по трубам, по всем чему угодно. И недалеко от него ушла его коллега, но Маргарита, скажем так, вступит. Может быть, недалеко ушла. Да, вступит дело чуть попозже. Семен Иннокентьевич, давайте вот все-таки немножко о модуле республиканского уровня, где жители всей республики могут подавать свои обращения. Добрый вечер, уважаемые гости, уважаемые зрители. Значит, наш модуль называется Наша Якутия. До недавнего времени, как правильно сказал ведущий, он назывался Народный контроль. Мы начали работу с января этого года, и наш модуль работает по всей республике Саха-Якутия. Какие проблемы можно, значит, поместить в нашем модуле? Каждый гражданин может снять на видео, на фото. Проблемы ЖКХ, проблемы в тех же поликлиниках, плохое состояние дорог и так далее. А также сейчас очень актуальное нарушение правил дорожного движения. Значит... То есть оно четко сегментировано, да? Давайте повторим еще раз. ЖКХ, протекающие трубы, ГИБДД. Неправильная парковка, нарушение правил дорожного движения. Здравоохранение. Да. Дороги. Дороги. Значит, также просроченная продукция в продовольственных магазинах. О! А также некачественные услуги в сфере электронных услуг. Связь. Да. Связь. Также вот, предположим, есть жалобы МФЦ, предположим, несанкционированный мусор, нарушение сферы экологии, загрязнение вод, значит, отходами жизнедеятельности, мусором, значит, проблемы благоустройства наших городов и поселков, сел нашей республики. Давайте мы иллюстрирующий такой видеосюжет подготовили, кстати, в котором очень четко прослеживается. Вот, все зависит, ведь, от каждого из нас. Видеосюжет с нашим рейдом на Гольминку. И отрадно, отрадно, что новые, новые механизмы. Вот мы начинаем со столицы республики. Кроме, который у нас называется One Click, хотя некоторые жалуются на проблему с регистрацией в данном портале. Семен Анатольевич, ну, вы один из, скажем так, ключевых персонажей вот нового модуля на республиканском сайте sahagov.ru. Модуль называется «Наша Якутия» и, видимо, призвано сделать нашу с вами совместную жизнь по всей республике, не только в пределах города Якутска, лучше. Отрадно. Отрадно, что вступают в силу такие механизмы. И, все-таки, столица, она, поскольку является административным, культурным, культурным центром нашей республики, ну, конечно, больше внимания заслуживает. Давайте мы начнем наш ознакомительный эфир вот с этого момента. Улица Гольминка, это, получается, промышленный округ. И буквально в августе здесь по обращению граждан, да, жителей, близлежащих домов, была произведена чистка. Ну, давайте вот про обращение вот это граждан. В июне этого года к нам обратилась жительница близлежащих домов с жалобой, что тут организована несанкционированная свалка. Через наш модуль «Наша Якутия» мы в срочном порядке направили соответствующее письмо в адрес муниципальных органов власти. Муниципалитет как среагировал на обращение вроде бы вышестоящего органа? Ну, управа, в свою очередь, отреагировала. И мы знакомы с этой свалкой, то есть это не первого года проблема. Вывозится она в течение трех лет, ну, с периодичностью, да. Также жители обращаются к нам, они постоянно озвучивают это на встречах разного уровня. И буквально в августе вывезли с этой несанкционированной свалки 200 кубометров мусора. То есть то, что мы сейчас видим... Сколько машин? Это много машин. Много машин, да. Если в КамАЗ выходит, входит сколько, да? То есть это вот только зачаток, да? Это очень мало. Зародыш. Можно сказать, что здесь мусора нет и здесь выровнено все. Просто вы не видели, что здесь бывает летом. Понятна реакция жителей, что им это все мешает, это возмущает на самом деле, да? Поэтому управа вывезла все это, наши дворники осуществляют ручной подбор. Также жилкомсервис нам помогал вывозить все это. Но вот куча растет, мусор все равно появляется. И жители рассказывают, что мусор привозят в ночное время. То есть что это не вываливают жители близлежащих домов. Мусор просто появляется ночью, кто-то его целенаправленно сюда привозит. Дикие все закручивают. Надеюсь, что машина придет, заберет когда-нибудь это все. Мы же тоже готовы поучаствовать в этом. Мы же нормальные все люди чистые. Если меня нет, пусть понимаете. А уже или ночью, вот соседи все, мы здесь. А так кого-то, может, если вдруг успеете на телефон сфотографировать, еще как-то зафиксировать? Ну я фотографировал и выгонял сколько раз. От самих жителей, наверное, зависит состояние наших, вроде бы, таких, особо территорий, которые у всех на виду, где ходят дети, где, извиняюсь, ну пусть она ничейная, да, но от нас же самих зависит, наверное, где если мы не будем мусорить, мы не будем устраивать подобного рода явления, то и решать проблему. Пусть будет меньше проблем подобного рода. А ведь проблем подобного рода не становится меньше. Я вот перед эфиром спросил, да, у человека, который обладает огромным опытом, на самом деле, вот, муниципального уровня. Ну Гольминг, это столица, это зона внимания, скажем так, портала One Click, городского портала One Click, который, ну, чуть может узко более срезить, да, больше ЖКХ, больше дороги и так далее, и так далее, но решает те же проблемы. Я очень отрадно было слышать перед эфиром, что и республиканские органы, и муниципальные органы активно сотрудничают в решении этих проблем. Я еще раз говорю, сейчас мы приступим. У нас готов ли телефонный звонок? Да, говорите. Алло, здравствуйте. Да, мы слышим вас. Да, это жительница дома Дзержинского, 8,3. Значит, я заставлю известно, что в нашем доме создана группа жильцов, которые пытаются бороться со следующими проблемами. Первое. За домом находится детско-спортивная площадка, которая в летний период не закрывается на ночь. И у нас на этой площадке всю ночь молодежь играет в баскетбол, естественно, не молча, да. Я бы радовался этим моменту. Можно радоваться, если вы спать по ночам не хотите. Ну, я примерно в том районе и живу. Да. Мы не против игр молодежи, только создайте площадку не в 10 метрах от дома. И всю ночь вот эти крики, это невозможно спать. Мало того, на детской площадке собираются бомжи и бичи. Мы все лето вызываем милицию туда, чтобы их разогнали. С другой стороны у нас, в нашего дома находится клуб, и рядышком, в 5 метрах буквально, игровой клуб и кафе. Молодежь всю ночь там собирается, ну, разрешительные документы есть, значит, собираются на улице, курят, кричат, ругаются. Ваш, конкретизируйте, пожалуйста, ваш вопрос под Зержинском 8-труб. Каким образом должен соблюдаться закон о тишине по ночам? Получается, молодежь ночью, да, поддерживаем, пусть играет. И вы за это только что высказали. А закон о спокойной ночи у нас не существует? Кафе у нас существует в ограде нашего дома, 15 метров. Все, мы услышали, да, вот давайте Сементор комментирует или Маргарита? По данному звонку я хотел бы пояснить, да, гражданка затрагивает такие вопросы, как соблюдение правопорядка. Это все компетенция правоохранительных органов. Я бы посоветовал ей обратиться к соответствующим заявлениям в адрес правоохранительных органов или в адрес главы республики Сахай-Кутия. Соответствующее обращение мы принимаем и обрабатываем. Прямо на имя главы? Ну или на имя, так как это город Якутск, то глава города Якутска тоже компетенции может рассмотреть. Это в компетенции все-таки? Как вы считаете, Маргарита? Это компетенция также административной комиссии. Я предлагаю нашему телезрителю обратиться к нам на портал Уан Клик Якутск, 8-914-2-707-113. Наш рабочий номер телефона в индивидуальном порядке мы принимаем по WhatsApp эти заявления. Мы, по крайней мере, можем дать консультирующий развернутый ответ, как в таких случаях действовать. Здесь у нас есть нарушения, можно сделать проверку по факту того, что данный клуб располагается ли территориально по закону. Также, что касается закрытых площадок детских, я вообще, если честно, у нас в городе и вообще в других городах я не видела, которые запираются на ночный ключ, но здесь можно было бы индивидуально как-то все-таки переговорить с округом. Так что рекомендую обратиться к нам, и мы постараемся вам в любом случае помочь. Коллеги, а как вы отличаете, вот бывают же люди такие, есть разновидность особой людей, которые жалуются на все подряд. На плохое состояние дорог, на отсутствие ступенек, на то, что зеленый цвет покрасили, а не в красный. Как вы отличаете? Да, жалобы они вообще... Фильтры как применяете? Фильтров у нас в нашем случае нет, а здесь мы себя позиционируем все-таки не жалобами. То есть OneClick более гибкий, нежели, скажем так, модуль нашей Якутии, которая четко, вот Семен Иннокенчич сказал, ЖКХ, медицина, дороги, ГИБДД, просроченный продукт. Вы более гибкие, да, получается? Я не возьму на себя ответственность сказать, что мы более гибкие, но мы все-таки живем в одном городе, мы являемся сами жителями этого города, и мы стараемся в каждой заявке все-таки подойти индивидуально, пока нам позволяет эта вот количественность. У нас запросов поступают, у нас за последний месяц это свыше 170 запросов, да, за месяц у нас поступило. Сезон, ну, она как бы варьируется. Что касается по народному контролю, у нас идет с ними прямое соглашение. Те заявки, которые поступают, то есть в нашей Якутии, да, сейчас называется, они адресуются сразу к нам. То есть ответы предоставляем в анклик, который пользователь отправляет в нашу Якутию. Я хотел бы добавить, что мы все обращения смотрим, мы их, конечно, не игнорируем и не отфутболиваем. Тут дело в чем, значит, мы можем их принимать как обращение граждан в соответствии с федеральным законом 59-ФЗ. Если вот особенностью нашего ресурса, нашей Якутии является то, что проблема будет решена, мы декларируем за 10 рабочих дней, то в соответствии с федеральным законом 59-ФЗ обращение будет рассмотрено в 30 дней. Ну, то есть любая заявка будет рассмотрена. Любая заявка будет рассмотрена? В том или ином порядке. В том или ином порядке. Давайте мы... Нерюнгри. Было обращение от жильцов дома Ленина 3-1, по-моему, в городе. Давайте вот начнем, потом проиллюстрируем этот, что там было, на что жаловались. Значит, поступила заявка от жильцов города Нерюнгри об отсутствии пандуса для инвалидов. Значит, город Нерюнгри, очень активные граждане там живут, с интересом встретили наш ресурс и местная администрация, значит, отработала. Давайте вот как отработала местная администрация, мы с нашим видеосюжетом посмотрим. Прямо сейчас. В марте месяце к нам поступило заявление о ремонте лестничного марша при входе в подъезд и установке пандуса. Так как данные виды работ требуют бетонирования, а бетонирование возможно только в теплое время года, поэтому жильцу был дан ответ, что в весенне-летний период данные виды работ будут выполнены. Ну, как-то жилец у нас не дождался выполнения, написал в народный контроль. Пока народный контроль разбирался, пока направлял все запросы в ГЖИ, работы были выполнены. И когда ГЖИ уже приехали с проверкой, то, в общем-то, у нас уже все было хорошо. На самом деле это главный критерий. Не важно, сколько там рассматривают и так далее. Самое главное, чтобы по всем обращениям подобного рода принимались на самом деле действенные, эффективные меры. В этом цель наша общая различных структур, которые являются посредником между органами власти и нашим населением. Совершенно верно. Самая главная цель любого обращения, это чтобы добиться того, чтобы наши пользователи, они остались не то что удовлетворены, а чтобы их проблема решилась. И все-таки Ирине я хотел бы адресовать, поскольку два таких хороших видеосюжета мы посмотрели. Гольминка, что вы можете сказать? Вы же там были, когда благообразного вида, житель, очень интеллигентный, притащил и абсолютно с чистой совестью, как мне показалось, он... Давайте прокомментируем. Оставил свой мусор. Прокомментируем, да, вот это. Ну, как уже было сказано в сюжете, мусор он был, и правильно говорят, не нами было сказано, да, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. В данном случае мы увидели воочию, что жители сами приносят туда этот мусор. Конечно, не стоит исключать тот факт, что все-таки его привозят. Проблема это трехлетней давности, с периодичностью все-таки это все приходит, жители обращаются, звонят, мы обязаны на это реагировать, вывозим эти свалки, но они возникают все равно. Вот сегодня буквально у нас был житель тоже, который является собственником одного из гаражных кооперативов, то есть у него там гараж, и он пришел к нам с такой проблемой, что они оплачивают все это. В данном случае никто ни за что не платит. Устанавливались баки, которые таинственным образом исчезли с этого места, вот конкретно на Гольминке. Жители предлагают разные варианты, но опять же, когда суть до дела, в итоге мусор там остается, никто, все остаются в стороне. А в данном случае тоже вот по гаражному кооперативу оставили мусор. Ну кто может мусорить в гаражном кооперативе? То есть сами автовладельцы выходят, мусорят, там даже установлено видеонаблюдение, при этом председатель кооператива, он на это не реагирует, мусор за свой счет не вывозит, оплату за вывоз не осуществляет. То есть мы сами должны нести ответственность за те места, где мы проживаем. То есть если мы вынесли мусор из квартиры своей, это не значит, что он должен здесь остаться. Есть специализированные места, люди должны нести ответственность прямую за это. Это наш город, и только мы можем сделать его чище, лучше. То есть многие жильцы у нас остаются в пределах своей квартиры. У меня чисто и все, мне больше ничего не нужно. Да, и на самом деле вот то движение неравнодушных горожан, которые масштабируются теперь уже на всю республику, масштабируются, я правильно слово применю, это есть один из путей выхода из той ситуации, когда мы все по-иному начинаем относиться. Вот мы с Иваном живем в одном доме, радеем за и внешний вид, и благоустройство, и так далее. Давайте мы во второй части продолжим и про ГИБДД, и про другие аспекты народного контроля, которые можно использовать различными механизмами. Реклама прямо сейчас. И вы смотрите программу «Народный контроль», мы приводим примеры правильных обращений наших граждан в различные инстанции. В нашем случае получается некого электронного контроля, электронной службы контроля, которые представлены и порталом «Муанклик», и республиканским порталом «Саха.гоф.ру». И к Ирине Крупновой, которая, на самом деле, одна из действующих лиц от одного из обращений и одна из действующих лиц нашего видеосюжета, у меня вопрос такого плана. Для вас нетрудно, что у вас, скажем так, две вот эти погонялки появились, да, и муниципальные органы, которые непосредственно у вашего начальства, да, и республиканские, которые, опираясь на то, что город Якутик является административной столицей, также имеют право, допустим, напрямую выходить на некие муниципальные органы. Ну, вроде вашего права. То есть, нет ли ситуации, когда баба с воздуха были легче, только наоборот? Нет, в данном случае вот у нас портал «Муанклик», который существует уже четыре года, он все видят положительную динамику, эти движения, что люди понимают, что есть открытый доступ с учетом современного новых веяний по информационным технологиям. Можно спокойно сидя дома подать заявку, не нужно дозваниваться куда-то, трепать себе нервы. Также никто не отменяет, что можно прийти напрямую в управу оставить заявление. На самом деле, многие из тех заявителей, которые проходят через портал «Муанклик», они в последующем становятся своего рода друзьями округа. Ну, я даже не скажу, что это в кавычках, да, потому что эти люди знакомы, им не все равно. На самом деле, подают заявки туда неравнодушные жители. Конечно, стоит сказать, да, что есть там определенная доля негатива бывает. Это везде в СМИ, когда тебя никто не видит, можно писать все, что угодно. Но при этом зерно там все-таки есть. И жители подают, они получают ответы на свои письма, на свои обращения. И они понимают, что реакция у города есть на это. Вы готовы также с республиканскими органами власти сотрудничать? Мы готовы, готовы. Абсолютно. Потому что с появлением новых ресурсов, этих порталов, у нас есть также ресурс для того, чтобы эту проблему решить более в короткие сроки с помощью других органов. Хорошо. И второй наш блок, мы работаем в прямом эфире, вот телефон вы видите в титрах. Иван Лукин, представитель ГИБДД. ГИБДД, кстати, структура, которая одной из первых, скажем, чуть ли не по собственной инициативе пошли навстречу зачинающемуся движению в модуле народный контроль и предложили свои решения. Вот я присутствовал на собрании с участием Семена Кентьевича, и представители ГИБДД были, включая руководители управления ГИБДД. Давайте вот немножко о специфике тех обращений, которые граждане могут подавать не только через сайт ГИБДД, но и через модуль. Так, народный модуль с января месяца этого года работает уже. В том числе, вот сразу информация с госуслуги, вот международного контроля, прямую поступает к нам, ГИБДД. После поступления мы сразу рассматриваем, после рассмотрения, если хорошие, качественные фотографии и видео будут, наказательная база, то мы возбуждаем административное расследование. И в течение двух месяцев мы расследуем данное правонарушение. То есть, вот смотрите, если с момента правонарушения прошло уже 62 дня, тогда уже вот... То есть надо укладываться в сроки, да? Да, да, да. Там потому что у нас именно законодательство, вот кодекс административного правонарушения, со дня нарушения идет два месяца должно быть. Можем привлечь нарушителей. Поэтому основание этого мы должны вот это за два месяца должно все вложиться, чтобы привлечь нарушителей. Включая все процедуры, которые... Да, я хотел бы отметить, да, в этом году, как раз именно в этом году подписан законопроект, именно изменение кода административного правонарушения, да. Ну, оно должно вступить в законную силу в следующем году. Там конкретно будет указано, что там не специальных технических средств, да, применением, а обычным вот фотографиями, да, можно будет. Фиксировать нарушения и через специальный государственный информационный портал, который как народный контроль, да, поступивший к нам орган, можно привлекать сразу, вынося, не расследование делать, а сразу выносить постановление, сразу как бы на собственника транспортного средства. Поэтому вот этого народного контроля, да, имеет будущее, что в следующем году, наверное, этот запустим, что будут люди регистрироваться. Ну, с января месяца у нас как бы поступило 17 обращений, и в них положительные решили одно. В чем проблема сейчас, в данное время, да, у нас законодательство дает, что именно мы должны все расследовать, должны все обстоятельства посмотреть. Потому что там должны мы время правонарушения установить, где это было составлено, ну, нарушение было, всех должны мы как бы опросить должны, ну, свидетельскими показаниями. Но сейчас же это исправлено, да? Да, ну, со следующего года у нас уже будет, будет, уже попроще будут работать, поэтому со следующего года народный контроль полную силу отработает. Полную силу отработает. И любители, скажем так, быдлопарковок и так далее, которые, ну, не секрет, кишмя кишит наш город, да, то на тротуаре кто-то там запарковался, кто-то в неположенном месте. Вопрос такой, не по теме, конечно, почему так редко разгоняется Амосово вот это? А, сейчас в данном, вот именно участке, да, на Амосово, ну, такой проблемный участок, там стоит банк Газпромбагиал Массергенбаг, там, как бы, людей много. Но у нас там работает автоматизированная фиксация, именно парком, да, вот за, если по секрету скажу, за сентябрь месяц там выявлено 958 административных, правонарушений. Почти тысячи? Почти тысячи, да. Данный штраф кодексом административного правонарушения 12.16 части 4, да, там штраф полторы тысячи рублей и рублей. Если сложить, то полтора миллиона? Ну, это тысячи, да. Ну, я общую сумму не могу. Много, да? Да. Полторы тысячи, если вот три раза, допустим, я захотел остановиться не где-нибудь там за 150 метров, а именно конкретно на Амосово, я плачу, если в неделе три раза остановился, 4,5 тысяч, почти 5 тысяч, да, это ощутимый удар, скажем так, по моему бюджету, по моему кошельцу. И даже вот по народному контролю именно с данного участка были поступления, заявления, но в данном нарушении, да, вот люди, когда направляют заявку, они как бы не понимают, ну, суть самого вот этого законодательства, да. Ну, хотел бы, пользуясь случаем, хотел бы отметить, надо фиксировать нарушения фотографиями, а видеонарушениями, да, видео снимать, чтобы остановку, ну, стоянку под знак зафиксировать нарушения, надо видеосъемку иметь в данное время, ну, 5 минут хотя бы зафиксировать и направить через портал народный контроль к нам. Тогда мы сразу можем установить, ну, как бы, у нас будет уже доказательная база, будет уже хорошая. Которая поможет привлечь нарушителя к полагающейся административной ответственности, да, административной, и стоп-хама тут не нужно, да, получается, некие электронные модули, к которым любой гражданин может обращаться, он сослужит службу без такого лишнего радикализма, без каких-то конфликтных ситуаций с наклеиванием там и так далее, и так далее. Отлично, отлично, на самом деле, и все-таки к философии я хотел бы вернуться. Вот, Семен и Маргарита, вот вы видите, какие люди обычно подают, да, вот обрисуйте такой усредненный портрет подателя обращений, заявки. Да, нам самим было интересно, мы уже четвертый год, как вы уже ранее сказали, мы работаем, и где-то два года назад мы первый раз сделали свой портрет, да, своего пользователя. И мы ожидали, что это будет такая женщина, как бы в возрасте, да, им оказался мужчина, в среднем порядке где-то около 32 лет, бюджетный служащий, да, работник бюджетной сферы, вот, и активный, как бы, пользователь нашего портала. Ну, и интернет в целом, наверное. Да, и интернет в целом. В этом году у нас, в принципе, тот же мужчина оказался, только он немножко перешагнул возрастной критерий, это мужчина уже 37, 35-40 лет, также оставшийся на работникам бюджетной сферы. Это такой, такой, средний, как бы, у нас разрез нашего пользователя. Вот. Так, у нас сейчас уже зарегистрировано свыше 32 тысяч пользователей, у нас заходки на сайт, они составляют 7 тысяч заходок в день. Ну, это, конечно же, от сезонности, от того, как у нас помимо мониторинга проблем, которые вот по аналогии работают с нашей Якутией, у нас есть другие сервисы, которые позволяют жителям полноценно управлять городом. Не только решать свои проблемы, но и влиять на какие-либо решения. Какие-либо решения. И, Семен, все-таки у вас история покороче, конечно, чем у Анклик, да, но вы же, наверное, своего пользователя тоже видите. Ну, мы считаем, что пользователи наши, это граждане сознательные, которым не все равно, значит, которые видят что-то плохое и фиксируют это на видео, на фотосъемку, и мы готовы рассмотреть их заявки. Конечно, у нас такой статистики нету, мы работаем вот с января буквально, но надеемся, что молодежь обратит внимание на наш ресурс. И будет активно пользоваться им. И мы постараемся, значит, все проблемы, все, значит, заявки рассматривать, решать. И это будет кропотливая и очень трудная работа не только республиканских, но и муниципальных властей, федеральных властей, надзорных органов. То есть предстоит очень большая работа. Семен Агиньевич, все-таки работает ли модуль сейчас в полную силу? То есть я видел там несколько вариантов. То есть что-то, видимо, на стадии разработки, на стадии накрутки. Ну, сейчас я поясню. Наш модуль перетерпевает ребрендинг. То есть мы изначально были как народный контроль, значит, потом мы были переименованы в нашу Якутию, перешли на отдельный сайт. Со следующего года мы будем разрабатывать мобильные приложения, по аналогии мобильных приложений, которые пользуются в Республике Татарстан, в городе Москве, Московской области, где гражданин, не заходя в интернет через свой мобильный телефон, может фиксировать, значит, те или иные нарушения, в том числе в серии дорожного движения, ну, и в ЖКХ, как я говорил, коммунальных услуг и так далее. То есть мы движемся, мы развиваемся. Надо сказать, что все вот эти меры, которые люди вроде бы жалуются, вот мы говорим жалобщики, сквалыги и так далее, на самом деле позитивный момент от этого есть. И если заявка, назовем так, да, не жалоба, а заявка, по делу, по сути и с определенным, скажем так, вариантом решения той или иной проблемы, да, то улучшение нашей жизни, ну, очередей меньше стало в поликлиниках, да, и так далее, и так далее. Ну, все это мы видим. Это же максимально позитивное явление, то есть качество жизни улучшается. Да, самое главное, это качество жизни улучшается. И вообще эти ресурсы, зачем они открываются, чтобы открыть доступность, открыть прозрачность именно власти, да, на власти на местах, когда у нас повсеместно российская проблема, да, общероссийская. Это то, что везде жалуются, нет доверия. В нашем случае нам повезло, именно в городе Якутске все-таки за последние пять лет это большие изменения не только вот в облике, да, самой столицы, но это во внутреннем отношении каждого жителя. Каждый житель теперь, вот наша доступность, нашей власти, она уже чрезмерна, наверное, да, если кто-то где-то все-таки страдает от того, что до власти не достучаться, в нашем случае здесь по-другому. И еще за свои четыре года я все-таки скажу, что самый главный критерий успеха, самый главный секрет этого успеха вот любого такого ресурса в любом городе, в любом регионе, в республиканского масштаба, пускай это будет местного, муниципального, это личная заинтересованность и поддержка главного лица. В нашем случае это благодаря личной инициативе Осена Сергеевича, этот проект в 2013 году открылся, и он был тогда пилотным, в него тогда мало кто верил, но мы, несмотря на это, как бы оправдали эти надежды, мы перешли тот рубеж, когда вот была такая притирка и с округами, и со структурными подразделениями, и с различными инстанциями различного федерального, республиканского уровня, здесь мы уже как бы... А почему вы стали причастать книги? Да, почему вы начали причастать книги? Почему? Вот в вопросах. Переходим теперь к нашему... Было 385 фактов там и так далее, и так далее. Было 383 фактов. А, 383, да. Наша первая книга. Да, над нами, как бы говорят, может, вы перелимендуетесь ванкликбукс, да, здесь у нас совсем другая. Когда я пришла, и нам, знаете, такую задачу мы поставили своей команде, нас не такая уж большая команда, нас всего 5 человек, да, тогда нас было вообще трое, и мы хотели, чтобы жители вот именно не жаловались. Сейчас мы говорим именно как о жалобной книге. Мы должны все-таки наших, мы сами горожане, вот ты там, Дима, наш активный пользователь, мы тебя можем назвать так же, да, ты неоднократно к нам обращался на портал, да, чтобы было такое неравнодушие и была такая сопричастность. Мы с тебя позиционируем как краудсорсинговая платформа. Но краудсорсинг – это когда вот все-все-все вместе решают проблему, да, а не отходят в сторону и не сбрасывают это еще на плечи мэрии в нашем случае. Здесь у нас все-таки потребительское отношение есть, да, и вот как с ним бороться, как вот это все сделать. А почему оно? А потому что люди не любят, а любить – это значит знать. И поэтому мы подумали, что раз взрослое население, да, вот тяжело как бы перераспитать. Учебник, да, кстати? Да, вот очень… У нас две минутки буквально остаются. Да, и у Англии Якутска, благодаря нашей окружной администрации, лично Асену Сергеевичу Николаеву, выпустила первый учебник в истории, по истории города Якутска. И наши дети в этом году, наши ребята начинают новый предмет, это городоведение, и с помощью этого учебника они прикоснутся к истории, узнают, и будут любить город. И тогда у нас не будет каких-то таких глобальных вообще городских проблем. Наша юбилейная книга 385 Якутска, от А до Я, да, здесь у нас все улицы, все интересные факты, почему они так наименованы, да, все памятные скверы, и я хотела бы сегодня Дима тебе вручить, как нашему самому неравнодушному… О, как неравнодушному, спасибо, Маргарита, да, замечательный на самом деле подарок. Я на досуге обязательно рассмотрю от корочки до корочки, что называется. Поэтому я считаю, что то, что мы выпускаем книги, работаем с нашим подрастающим поколением… Это часть философии. Да, это часть философии, это часть миссии влюбить в Якутск весь мир, и тогда Якутск это будет центром, где будет таким процветающим городом, который будет самым успешным. А у Семена Никенчича стоит задача не только Якутск, а весь регион, всю нашу Якутию превратить в некий центр почитания и обожания, да. На самом деле это выполнимая миссия, еще раз говорю, вот хорошее решение, когда Нерин Гри стал разрабатывать свой портал, да, и ему пришли, сказали, скоро будет республиканский модуль, готовые решения уже, куда можно подавать. Это для любых муниципалитетов актуально, для Хандыги, для Среднеколымской, для Верхоянской и так далее, и так далее. На самом деле отлично, что таких механизмов, куда человек может со своей предложения по улучшению жизни подавать и получать ответы, получать действенные какие-то решения, сложившиеся проблемного вопроса, это стоит только приветствовать. И если республиканский модуль будет куда более эффективнее во взаимодействии с федеральными какими-то структурами и так далее, это нам, неравнодушным жителям нашей республики, стоит только приветствовать. Это был очередной выпуск программы «Народный контроль». Увидимся ровно через неделю. С вами был Дмитрий Аргунов и наши гости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова